МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем понравится, я в этом уверена, 100%. Всем моим гостям? Тогда спорим. Спорим. А кто разобьет? Я разобью. Вот мы и поспорили. Женя, как всегда, полон тяги к экспериментам, а я на своей кухне помогаю ему эти эксперименты осуществлять. Но сегодня дело касается практически святого. Салат, селедка под шубой. У меня есть свидетель, что это традиционное, вкуснейшее новогоднее блюдо. Кроме тебя, у меня в гостях твоя мама, Елена. Мама, я знаю, что моя мама очень сильно любит эту шубу. Новый год не состоится, если нет шубы. Смотрим на стол, нет шубы, значит, это не Новый год. Это день рождения. А если шуба есть, скоро Новый год, скоро Новый год. Поэтому это очень важное семейное блюдо. Лена, ну как вы относитесь к тому, что Женя хочет отменить нам Новый год? Вернее, устроить какой-то странный Новый год без селедки под шубой. Сколько уже лет, и весь народ готовит эту селедку, подает на Новый год. И не только. И так между святами едят эту селедку. Поэтому сегодня, если Женя что-то новое может выгадать, то подивимся, что из этого выйдет. Я постоянно маме доказываю, что в шубе очень много... Что тебе не нравится? Кости селедки. Это вот моя любимая. Поел шубу, и еще так много костей в руке. А вот этот едкий вкус лука, знаешь, после шубы я уже ни с кем целоваться не могу. Ну, надо вместе шубу есть и... О, Боже. А вареные овощи? Я вообще считаю, что овощи нужно запекать. Ты когда их варишь, ты просто их убиваешь в кипяток. Я хочу сделать что-то новое, полезное, свежее. В то же время, чтобы оно было настолько же вкусно, как и обычная традиционная шуба. Да, я вижу, что мои гости оживились, потому что явно хотят тебе что-то сказать. Святое, да? Святое я потрогал. Покушение на шубу. Здравствуйте, меня зовут Елена. Вот по поводу шубы конкретно, на стороне мамы здесь абсолютно полностью. Это блюдо традиционное. Я не думаю, что с этим блюдом нужны эксперименты. Спасибо, Елена. Мы тоже все на стороне мамы. Женечка, я думаю, что шуба все-таки залишится. Можливо, что-то новое несешь в тот рецепт. Но тогда уже давай выгадай ему какую-то новую назву тому блюду, которое ты приготовишь. Полушубок у тебя. А давайте я у вас у всех заберу телефоны мобильные, которые можно пальчиками так делать. И будем говорить по старым таким вот телефонам. Ты, пожалуйста, нас не шантажируй. А нет, это будет то же самое. У нас есть тут мнение. Здравствуйте, меня зовут Виктория. Виктория. Я тоже поддерживаю полностью Елену в том, что классический вариант традиционный, он самый лучший, очень вкусный, все к нему привыкли. И не думаю, что что-то новое может, ну, меня, например, удивить. Ты видишь слезы? Тебе как ощущение, что весь мир против тебя? А, обычный день. Обычный день. Может быть, еще кто-то поддержит Женю, так же, как и мы все. Вот вы. Вы знаете, я очень обожаю шубу, но у меня очень хорошо и вкусно, ее божественно прямо готовит моя подруга. Жень, я сомневаюсь, что вы приготовите какую-то интереснее шубу, чем классический вариант. Спасибо большое. Жень, я поспорила от имени всех моих гостей, миллионов зрителей, потому что наши зрители сейчас разделились на два лагеря одни. Да, Женька сможет, эта шуба 21 века будет лучше. Таких только два человека, да? Два, да. А все остальные, да ладно, ты что, вон, мы уже нарезаем, у нас уже все готово, а ты со своими новыми рецептами. Я буду тебе помогать. Знаешь, все думают, что если я хочу поменять, я как будто хочу забрать какие-то традиции или что-то забрать у людей. Разрушить наш мир. Нет, я просто хочу его сделать более современным. Ты сказал, что готов поспорить на деньги. О каких деньгах идет речь? С суммами давай определимся. Я смотрю, что все не очень на моей стороне, поэтому давай на 5 гривен. Да, давай на 5 гривен каждому. Нет, нет, давай только тебе. Ну, собственно, вот тебе и договорились. Хорошо, будем начинать? Женечка, ну ты же понимаешь, что 5 гривен и я тебе, и ты мне, кто же выиграет, и спирные вопросы такие. Я думаю, что есть такая работа, которую ты очень не любишь делать. Если мне не понравится, ты знаешь, чем ты будешь заниматься. Мы хотим узнать, что ты не любишь больше всего. Ну, я открою такой секретик. Он очень не любит праску в руки брать. Я не хочу ничего гладить никогда. Зачем? Не любит прасывать. А что он будет гладить? Только не простынки, мама. Поглаженное белье. Приятно засыпать. Просыпаешься, оно снова мятое. Внимание, вопрос. Затем гладить белье? Женя, ты хочешь об этом поговорить? Если его салат окажется невкусным, хотя бы для одного из тех, кто будет пробовать. Сперва ты погладишь здесь. Ага, Надя, я понял, что если я проиграю маме, то я буду гладить постельное белье. А если я проиграю тебе здесь, то я буду всю твою одежду, да? Но ты попался, ты сам вызвался. Ты готовишь на спор. Начнем. Для нашей современной шубы нам понадобится 4 яйца, зелень, разрыхлитель, мука, килька, желатин, овощный бульон, лимон, домашний майонез, который я уже сделал заранее, лук, запеченная свекла и орехи. Ты заинтриговал нас полностью. Конечно. Поехали. Нам нужно сделать для начала бисквит. Он готовится дольше всего. Да еще и зеленый. Да, зеленый бисквит. Просто бисквит у всех, у них будет ассоциация что-то сладкое. Я сделал такую основу, небольшую подушечку для нашей шубы. Чуть-чуть сольки и чуть-чуть сахарочка. Ты знаешь, я люблю, когда все рецепты готовятся очень быстро и не нужно тратить кучу времени. С самого детства я замечал, когда без 15.12 мама еще на кухне что-то заканчивает, а потом все сели, выпили и все, и спать. Я думаю, мама, зачем ты потратила кучу времени? Зачем? Теперь нам нужно взять зелень и также ее измельчить. Берем базилик, берем укроп, петрушку, кинзу. Кому что нравится? Я люблю базилик, поэтому... Хотя, наверное, правильно базилик. Мама мне потом дома сделала замечание. Ты сказал сегодня 9 неправильных слов, поэтому гладишь всего лишь 2 наволочки и... И 2 пододеяльника. Но я уже правильно говорю. Отправляем в нашу кухонную машину. Мы быстро справимся с заданием, благодаря тому, что наша кухонная машина может выполнять несколько процессов одновременно. Вот как сейчас. Насадка-венчик тщательно взбивает яйца, а с помощью насадки кухонная машина мы измельчим зелень до нужной консистенции. Остается только регулировать скорость и таким образом сэкономить время. Нашу зелень мы измельчили. Так, такая яичная масса стала пышной. Аккуратно добавляем разрыхлитель, муку и перемешиваем. Но этот рецепт новый, я думаю, духовка будет занята святковым тортом, перегом. Я знаю рецепты торта, которые не нужно выпекать. Правильно, шубу мы будем печь, а торт мы выпекать не будем. Все как в 21 веке. Мне постоянно хочется что-то изменить. Я даже на работу три дня езжу разными дорогами. Итак, наше масло, смотри, мы вымашили. Получилось у нас отличное. Берем форму, а я попрошу тебя включить духовочку на 180 градусов. Тоненький такой должен быть, да? Да. Вот так, смотри, мы сделали таким одним пластом. И отправляем в духовочку на 20 минут. Займемся свекольным муссом. Для этого возьмем наш измельчитель. Свеклу я взял запеченную. Теперь беру перчаточку. Нарезаем любым кубиком свеклу. Добавляем все в измельчитель. Берем лучок. А как его порезать? Мелким кубиком или крупным. Сейчас я беру домашний майонез, который я сделал. Я взял один желток, взял 150 грамм растительного масла, ложечку горчицы, чуть-чуть соли и чайную ложку лимона. Пожалуйста. Для пикантности вкуса вы можете замариновать лук на 15 минут с ложечкой уксуса, чтобы он был такой кисленький, чуть-чуть пикантный. Но можете этого не делать. Тем более, что ты вот лимонный сок собираешься добавлять? Да. Берем лимонный сок и чуть-чуть есть. Солим еще. Берем цукор. Свекла и так сладкая. А это мой рецепт авторский, знаешь? Ты хочешь просто выиграть деньги, да? Сколько у тебя здесь стоит сидит человек, чтобы я мог понять? 60 сегодня. Пускай будет вкусно. Пожалуйста, пожалуйста. Я подумал, я поперчу еще. Перец даст пикантности. А нету глютамата натрия, чтобы усилить вкус? Нет. Ладно. Итак, взбиваем. Наше пюре готово. Берем сотейничек. Берем желатин уже предварительно замоченный. Берем овощной бульон обычный. Смотри, овощной бульон я сделал очень просто. Сварил в воде чуть-чуть овощей. Овощной бульон 21 века. Как правильно заметила Елена. Спасибо, мама. Можешь помочь мне нарезать рыбку? Я давно на нее смотрю. Это кто у нас такая вкусненькая? Килька? А что ты не селедку, а кильку решил взять? Понимаешь, она проще очищается. О чудо, она уже очищена. О чудо, она уже очищена, потому что я это сделал, а ты это нарежь мелким кубиком для меня. Мама, и да, если даже косточки в кильке останутся, они настолько мягкие и нежные, что даже вообще ты не почувствуешь. Да, кильечка, конечно, хорошо. В моде минимализм. Очень важно, чтобы все ингредиенты, используемые для приготовления, были качественными, даже вода. При ее выборе я ориентируюсь на отметку «Добрый знак», которую присваивают по итогам исследований в европейских лабораториях. Только качественной продукции, не содержащей радионуклидов, пестицидов и токсических элементов. Итак, добавляем нашу свекольную массу в емкость, потом добавляем распущенный желатин и перемешиваем. Женя, Новый год вообще волшебный праздник. С тобой какие-то чудеса происходили, ну, помимо экспериментов с едой. Как-то в 11 часов ночи перед Новым годом мы собрались с друзьями, и там были девушки, они попросили еще вина. Ну, думаю, ладно, для девушек чего не сделаешь. И мы пошли за вином, без 15 и 12, мы уже прибегаем, забегаем в лифт, поехали. И лифт так, поехали, баш, ба-бах, и все. И мы застряли в лифте, и думаешь, как я люблю девушек. Мы так руками с другом растянули, дверью все встретили Новый год, мы с ним вдвоем, с бутылочкой вина, знаешь, так друг на друга смотрим в глаза и понимаем, что что-то здесь не то вообще. Хоть вино открыли? Вино открыли, и нам потом передавали мандаринки, а потом приехал в 15-й час ремонтник лифта, он был очень рад. Стоит два парня с бутылкой вина и с мандаринками, и этот такой суровый мужик открывает, и мы ему спасибо большое. Ну, девушки-то вас дождались или уже нашли себе зубы? Мы когда выпили бутылку вина, в принципе, нам уже было все равно, поэтому... Отличная история. Вот, пожалуйста, как раз я вижу, ты аплодируешь, потому что уже появляется гладильная доска, сейчас постельное белье, утюжок, все будет. Спасибо. Давай я поглажу. Хочешь, да? Ты в этом уверена? Я не просто в этом уверена, я очень даже хочу. Ты же знаешь, что тогда ты будешь еще очень длительное время ходить в этой одежде, вот в этой. Почему? Что, у тебя не будет другой? Она будет вся прожженная. Ты готова? Самое ценное я сюда не положила. Испугала? Запугала? Нормально, получилось. Окей, отправляем в холодильничек на 15-20 минут нашу массу, для того, чтобы она остыла. Ну что, ты нарезал много кильочки, у нас 10 минут прошло, и мы можем доставать наш бисквит. Давай. Пахнет он вкусно, ничего не скажу. Килькой достаем его очень аккуратно. Итак, будем формировать наши канапы. Вырезаем такую формочку. Знаешь, на самом деле, если хочешь, ты можешь сделать как-то по-привычному форму, бисквит и сверху все намазывать. Но это будет не очень камильфо, поэтому я придумал подавать в виде канапе. Ну сейчас, конечно, ни один человек не поверит жизни, что ты готовишь селедку под шубой. На самом деле, можно разрезать, например, на квадратную форму, если есть большая такая форма, ну и формировать. Или можно там в мисочку, например, выложить и формировать. У кого какие дома формы есть, в тех формах им можно это все делать. А вот скажите, Елена, наверняка же есть еще те запасы постельного белья, которые вы предполагаете, что Женя в новую семью с собой заберет. Приданное, так называемое. Обувеску. Но оно поглаженное, мам? Звычайно. Перегладишь как раз. Это такая добрая традиция всех семей. Килечка. Ты что, до самого верха теперь килькой? Нет. Один слой есть. Теперь берем орешки. Грецкие орехи измельченные. Ты их обжаривал или можно сырыть? Лучше будет с обжаренными, но если нет времени, можно сырыть. О, отлично. Бутерброд с килькой. Ну, Акура, ну не все. Еще нужно для гостей сделать. Ну что ж ты? Ну я попробовать. Бутерброд с килькой, боже, ну... Что, не 21 век, Женя, да? Женечка, ты уточни, какая килька? Потому что я, например, подумала, что килька в томатном соусе. Не, не в томатном соусе, нет. Солененькая. Солененькая килька, да. Солененькая килька обычная. Самая такая вот нежная и приятная. Вот бывает ты выбираешь кильку, бывает такая она уже старенькая. А есть такая еще молоденькая. Вот молоденькая килька, это то, что вам нужно. У нее есть еще одно большое преимущество. Килька значительно дешевле, чем сельдь. Бисквит хороший, Женечка. Подогреваю публику. Давай, давай. А я залью наши формочки бульоном овощным, чтобы оно было мягкое, чтобы не было такое сильно сухое. Если оно будет слегка вытекать, никакой проблемы нет. Итак, формируем. Ой, здорово. И все? Ну да, а ты что думала? Нужно иногда бывает такое делать, знаешь, когда работал в ресторанном бизнесе, на Бентли приезжают и приготовь мне шубы. И думаешь, хорошо. Теперь отправляем нашу шубу, ну в идеале на один час, но если времени мало, можно минут на 20. Ты практически справился с задачей. Надо наградить себя немножко по чашечке кофе. Обновленный Нес Кафе Классик каждое утро. Жень. Да. Ну расскажи о тех блюдах, которые ты любишь готовить на Новый год. Не те, которые мы привыкли, а те, которые ты любишь готовить. Новые. Я люблю не когда много еды. Когда вот, например, я на эти же деньги могу купить себе ягненка, я его запеку, сделаю чуть-чуть салатика, чуть-чуть компотика, возьму клюквенный соус, и когда вот в часы так 12, бум, я разрезаю ягненка, так закрываю глаза, и думаю, жизнь удалась. Конечно, в этом есть минус. 1 января я просыпаюсь, открываю холодильник, а там нет оливье. Вот. А у нас как? У нас еда делится сперва на период. Не трожь, это на Новый год. А потом доедай, а то пропадет. Я просто рассказываю про то, что можно есть чуть-чуть еды, но какой-то, не знаю, другой, необычный. Например, новую селедку под шубой, которую мы очень скоро попробуем, а я прямо сейчас напомню, как мы ее готовили. Для шубы по-новому для бисквита возьмите яйца, муку, соль, перец, лук, базилик, укроп, петрушку, разрыхлитель. Для верхнего слоя шубы грецкие орехи, кильку, запеченную свеклу, желатиновую массу, лимон, домашний майонез. Яйца взбить с добавлением сахара и соли. Затем добавить муку, разрыхлитель, зелень. Тщательно размешать. Отправить выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10 минут. Запеченную свеклу с луком перебейте в блендере с майонезом, солью, сахаром и лимонным соком. Желатиновую массу соединить со свекольной начинкой. Кильку нарезать мелким кубиком. Орехи измельчить. Сформируйте канапе в форме. На слой бисквита выложите кильку, орешки. Слегка смочите бульоном с разведенным желатином. Затем слой свекольной массы с желатином. Дайте застыть в холодильнике. Да, Женечка, на традиционную селедку под шубой это абсолютно не похоже. Но чтобы оценить, насколько это вкусно по сравнению с нашим любимым новогодним салатом, надо попробовать мне, Елене, ну и тебе. Конечно, все наши гости тоже попробуют, потому что нам ваше мнение важно. Насколько я попал денег, да? Да. Красиво, не спорю. Я бы сказала ресторанно. Так говори, не бойся, говори. Ресторанно, Женя. Супер, супер. Ты, Женечка, не забывай, что, несмотря на предмет нашего спора, я на твоей стороне. Маме Елена встречает новую селедку под шубой. Конечно, это гораздо аккуратнее и симпатичнее. Вот один из недостатков явных селедки под шубой, что она как-то странно подозрительно выглядит. А теперь запах. Вот этот вот, когда разрезаешь, там запах майонеза с луком. О, е! Пожалуйста, принесите блюдо нашим гостям. Женя, здорово. Еще чего, один из недостатков шубы, как по мне, она хотя и вкусная, но там действительно много майонеза, и это жирное получается блюдо. А это нет. Ну разве я изменил просто там от А до Я что-то там такое-такое? Я просто чуть-чуть его улучшил, сделал более здоровым, более полезным. Ну вот почему нельзя делать так? Может, мы будем так делать? Так вот для этого я и показываю эти рецепты. Женечка, очень вкусно. Я думаю, что ты приедешь домой, просто нам приготовишь такую страву, а уже с праской и с прасуванием мы уже как-то с тобой домовим. Отлично. Дякую тебе. Мама. Ура. Гладить маме не буду. Фух, повезло. Але ж ты памятаешь, если хоть кому-то одному это не сподобается, то сынку мой люби. Папа, ну на денежку, да? Получается, и на денежку, и на глажку. Что однажды я сделал вкусный плод, маме понравился, потом она говорила, готовь его каждые выходные. Я вот боюсь, что маме понравилось, и я знаю, чем я буду заниматься. Женя, приходи в субботу, приготовь шубу. И не откажешь, потому что блюдо-то тебе самому нравится, ты его расхваливаешь. Ну что, мои дорогие гости, вы готовы вынести вердикт? Кому понравилась эта селедка под шубой? Поднимайте руки. Кому не понравилось? А вот, девушка, это вы как раз ценитель шубы. Традиционного блюда. Да, и что? Блюдо вкусное. По мне не хватает, селедки мне не хватает, вот не хватает традиционного рецепта. Вот привычка, да. Все равно, я бы поставила на стол это блюдо, да, но добавила бы шубу в обязательном порядке, традиционную. Вы все-таки решили, что 5 гривен лишними не будут, да? Спасибо вам за откровенность. Доставай. У тебя деньги-то есть, я забыла спросить. Знаешь, есть либералы и консерваторы. Вот есть консерваторы, которые никогда в жизни ничего не будут менять. Это, наверное, про вас. Я уже не буду говорить, за что либералы, Женя. Итак, есть денюжки, как и обещали. Получите. И тут я на правах хозяйки начинаю размышлять. С одной стороны, мама Жени, да и я сама очень довольна новым рецептом. Большинство гостей поддержали, что место этому салату канапе на новогоднем столе. Но с другой стороны, выигрыш-то не стопроцентный. То есть получается, что спорты проиграл к доске. Женечка, ты достойно сегодня проиграл и сделал еще дополнительное полезное дело. Но салат, я вам скажу, просто изумительное место ему на новогоднем столе. Спасибо, Женя. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо. ВОЛНЕЙСКОВЛЯСКОВЛЯХ МАШИНОВЛЯХ МАШИНОВЛЯХ ЕВПЕСЕМОВЛЯХ Продолжение следует...